Бревенчатый дом, резные оконца с морозными узорами и двор в глубоких чистых сугробах. Уже только за тем, чтобы ощутить настоящую русскую зиму, стоит посетить дом-музей Ильи Репина в Ширяево. Живописец жил здесь, когда собирал материал для своей картины «Бурлаки на Волге». В доме сохранились рисунки, наброски, этюды и эскиз Репина. Интерьер избы доподлинно восстановлен. По соседству дом, в котором жил знаменитый поэт Серебряного века Александр Ширяевец. Именно в этом доме родился будущий поэт Александр Ширяевец. С тех пор в усадьбе ничего не поменялось. И уникальностью этого интерьера является то, что большинство предметов, которые находятся здесь, не привнесены извне, когда был организован музей, а принадлежат именно этому дому. Что сейчас для музеев большая редкость. Избы музея не отапливаются, зато после экскурсии работники угостят горячим травяным чаем. Здесь особо чтут русскую культуру, и поэтому музей постоянно проводит традиционные чаепития. Праздники отмечает с настоящим русским размахом и устраивает чтение стихов Ширяевца. Ширяевец писал, между горы залегло в жигулях мое село рядом. Волга плещет, льнет, а былом поет. Супротив царев курган, память сделал царь Иван. А кругом простор такой, взглянешь, станешь сам не свой. Изумительная природа, которая привлекает в Ширяево туристов летом, теперь готова показаться и в зимнем одеянии. До поселка впервые организована переправа по Волге на судне на воздушной подушке. И если раньше туристическая жизнь в поселке замирала, теперь организованы зимние туры. Лыжные прогулки и экскурсии до Каменной Чаши и на Попову гору. Посещение музеев. У нас появляется возможность, учитывая, что появляется логистика в село Ширяево, формировать туристические маршруты. Это могут делать как самостоятельно группы жителей Самарского региона, которые могут приобрести билеты на это судно на воздушной подушке, приобрести билеты в национальный парк. Также, учитывая, что маршрут данный стал регулярным, его можно посещать и в будние дни, и в выходные, соответственно, у туристических компаний появилась возможность организовывать групповые экскурсии. Специалисты отмечают, поселок уникальный по своему туристическому потенциалу, а потому необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.